Я вам скажу, мне этот номер нравится. Здравствуйте! Сегодня я шью домашнее платье из платков. Мне понадобится всего лишь одна мерка. Обхват или объем, как вы правильно говорите, или окружность груди. Вот я и показываю, какая-то мерка, как она проходит по самой высокой точке. Два платка. Один платок метр двадцать на метр двадцать, и второй платок метр десять на метр десять. Я складываю их пополам, по диагонали. Вот две половиночки, видите, лицом к лицу. Затем мне нужно найти линию груди. Здесь я буду искать линию груди произвольно. Мне главное, чтобы я в это платье вошла, влезла. Так вот, допустим, если окружность груди, объем груди у меня сто сантиметров, то здесь будет половинка, пятьдесят сантиметров. Я смотрю, где уже я пройду. Так, вот уже пятьдесят сантиметров я здесь уже пройду. И можно здесь делать линию груди. Но я ее опущу ниже, а потом уже линию плеча буду подгонять по примерке. Что мне сейчас нужно будет сделать? Я разрежу вот этот поток, один и второй, по диагонали. И вот это потом сошью вместе. Прежде чем разрезать, я сметала платки и определила середину по диагонали. Затем буду сшивать два платка. Вот середина по диагонали одного платка и середина по диагонали второго платка. Значит, опять прикладываю лицо к лицу, где-то отступив 0,5-0,7 сантиметров, начиная от середины. Я сметаю ее вначале, а потом буду прошивать на машинке. Сшиваю одну сторону, а затем буду сшивать вторую сторону. Прошивая на машинке, края буду обрабатывать зигзагом. Показываю, что я сделала. Сшила платки по диагонали. Это спинка, это вперед. Осталось мне оформить пройму, горловину и что и плечи. Ну, в принципе, плечо я можно так и оставить, завязать бантиком, потому что это платье домашнее, летнее домашнее платье. Можно просто завязать и все. Меня часто спрашивают, как я обрабатываю. Так вот, сегодня я обрабатываю горловину платья таким образом, складываю. Вот один разочек, потом второй разочек. Такой получается валик. И я сшью иголочкой с ниточкой. Я вот показываю белой ниточкой. Узелок специально выбила, чтобы было видно. Хотя я узелок всегда прячу. Маленький стежок такой внизу. Затем провожу иголочку внутри вот этого рубчика такого. Опять захватываю основное полотно. Показываю. Где-то буквально одна-две ниточки. Опять провожу иголочку в середине по этому рубчику. Это практически незаметно. И довольно хорошо держится и аккуратно получается. Хочу объяснить, что я сделала. У меня было два платка, которые я разрезала по диагонали и сшила. Вот шов. И у меня была только одна мерка. Обхват груди. 100 сантиметров. Я дала еще 10 сантиметров на свободное прилегание. Полобхват будет 50 сантиметров плюс 5. Мне нужно найти высоту груди. Проймы. Вот, правильно. Мне нужно найти высоту проймы. Чтобы найти высоту проймы, есть такая формула. Высота проймы равна 1,3 полуобхвата груди. То есть 50 сантиметров я делю на 3 и плюс 5. Это приблизительно получается 22 сантиметра. И вот здесь будет высота проймы. То есть вот здесь 50 сантиметров. И отсюда я поднимаюсь, дверь будет. И уже оттуда буду плясать. Я только делаю плечо. Ткани не отрезаю, потому что от плотки они так и останутся. Мне нужно найти, где будет линия плеча. Вот она будет линия плеча. Не судите строго. Это чисто домашнее платье. Своими руками. Из того, что мы не носим. Из платочков. Ткань легчайшая. Просто невесомая. Пушинка. Я вам скажу. Мне этот наряд нравится. Летом в квартире, когда жара, что-то нужно накинуть. Надо, конечно. Всего вам самого доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok